Нет, Питер это мой неродной город, я всего лежил здесь около пяти лет. Родился я в Казахстане, в Карагадинской области, в маленьком городе. Что в этом вообще смешного? Как это касается DroneBase, я не знаю. Привет, привет, это Коман Стрэндж. Меня сам вырос DroneBase, потому что я был в таком еще неосознанном возрасте. Мне было семь лет, и мой старший брат покупал, ну, интересовался электронной музыкой, покупал первые виниловые DroneBase релизы, кассеты, диски. И я как-то автоматически вместе с ним начинал слушать все это. Могу сказать, что это была моя первая любовь, потому что те эмоции, которые вызывал меня DroneBase, я даже не знал, что это, DroneBase, DroneBase, BreakBeat, Rave, как угодно можно это назвать, но это было что-то особенное, что-то необычное, и меня это так вдохновляло, я мог просто слушать бесконечно с утра до вечера. Какой-то идеи, если честно, не было. Просто мой брат придумал, я как-то подхватил это, и все, пошло, я поехал. Мотиватором, ну, чаще, в последнее время, раньше было просто нужно это делать, и все, не было никаких мотиваторов, просто мне было огромное желание. А сейчас немного, да, все поменялось, и приходится иногда даже себя заставлять писать, писать музыку, работать больше. Но так, да, все зависит от настроения. Есть настроение, все, трезвый ум, все получится. Да, сейчас это моя работа, 24 часа в сутки, я только об этом и думаю. Ну, поначалу они, конечно, сомневались, они думали, что это вообще такое, как вообще можно что-то в этом достичь, и как это может быть работой. Самое главное, как на этом заработать, потому что, откуда я ровнулся, там особо нету сцены не только драмбейса, а вообще любой электронной музыки, только вон попса, и не говоришь, что с этим связано. Но в процессе, когда уже я начал получать какие-то результаты, приносить какие-то деньги, да, они стали понимать, что это что-то серьезное. Ну, осознание, когда пришло? Ну, когда, наверное, все-таки начали выпускать мои первые треки, тогда, да, я ощутил, что я делал это не просто так, не зря, и еще серьезно начал этим заниматься. Просто это как-то звучало круто, и первые две буквы CES, это я был очень в то время фанатом Counter-Strike, и я не знаю, почему-то как-то так совпало. И сейчас меня вдохновляют какие-то события, допустим, поездки, да, какие-то выступления, когда едешь в новую страну, изведаешь что-то новое, знакомишься с новыми людьми. Вот это меня сейчас очень, больше всего вдохновляет. Когда уже по приезду сюда, в Питер, я заряженный, закрываю студию, пишу треки. Ну, сейчас уже как такового сильного переживания нет, я просто думаю, что играть, какой трек поставить первым, какой вторым, а потом уже как-то все идет уже автоматом, одно за другим. Я помню, я еще учился в школе в девятом классе, и познакомился с какими-то ребятами из другого города, и они пригласили меня поиграть. И я помню, отпрашивался от школы, писал письмо директору, чтобы поехать туда. И была такая история, что меня даже не хотели впускать в этот клуб, потому что я был очень... Мне не было 16 даже лет, и поэтому, да, такое у меня стало впечатление, но было прикольно, да. Именно вот как сама тусовка, вот мне сложно сказать. Просто разные люди вовлечены в это дело. В Питере, в Москве. Но в Москве мне как-то ближе изначально было, мне больше здесь нравится. И в плане общения с людьми, и в плане вечеринок, и сам город располагает. Самый яркий персонаж. Ну, на данный момент, не знаю, да. Еще не знаю в каких 2000-х, когда начиналась пиратская станция. Конечно же, был Диджей Гвоздь, потому что это было единственное имя. Ну, в принципе, все это и начал. Всю пиратскую станцию. Можно, в принципе, могу назвать, да, Диджей Гвоздь. Ну, больше всего мне нравится играть в Великобритании, в Англии, на родине драмабейса, потому что как там воспринимают музыку, не воспринимают нигде. Ты можешь приехать в самый маленький город, и он будет полон. И все знают, зачем туда пришли, все знают, что играет. Также могу выделить Sun & Bass фестиваль. Это тоже одно из, можно сказать, лучших мест, где я играл, потому что там собираются со всего мира люди, кто именно предан и любит драмабейс. Все общаются всю неделю, бесконечно о драмабейсе. И это, конечно, очень вдохновляет и радует. Ну, винил, конечно же. Но изначально я всегда думал, что если ты издаешь музыку не на виниле, то твоя музыка не так хороша. И я считаю, что винил – это был контроль качества. Когда музыка издавалась на виниле, значит, она проходила какую-то плотную проверку. А сейчас любой может открыть свой лейбл Digital, выпускать музыку очень плохого качества. Из-за этого сейчас в магазинах, когда прослушиваешь треки, очень много, грубо говоря, говна. Именно в драмабейсе, не только вообще в электронной музыке. А тогда я, конечно же, выберу винил, потому что изначально я начинал играть с винила, всегда был фанатом. Ну и другое отношение, когда ты играешь с винила, ты чувствуешь какую-то музыку, и я выбираю винил. Прям жесть такая. Ну, на ум приходит только наше путешествие в Рязань. Если честно, меня удивило все в этом городе, как нас встретили, как все было в клубе. Если честно, там было не так много людей, но меня удивило то, что все в этом городе, с кем бы я не вступал в контакт, все было прям, все люди были быдло, стопроцентное. С кем бы я ни пытался разговаривать, все просто с каким-то наездом. Ну, не знаю, у кого-то определенного совета нет, у всех по-разному. Вот, могу все рассказать, как у меня было. Это просто постоянная практика, я просто не ходил гулять, там, в религаре, в свое время, когда я был еще молодой. Я просто сидел, закрывался в грэм, и, можно сказать, круглые сутки писал, писал, писал. Да, у меня первое время получались, ну, смешные треки, да, но я все равно вдохновлялся этим, потому что для меня было что-то новое, и постепенно, то есть пена, через практику, ты достигаешь какого-то уже понимания и уровня в плане написания музыки. В плане рекомендаций к секвенсорам, ну, кому тоже как нравится. Я начинал с Рутя Лупса, потом писал в Вейсиде, потом писал в Кубейсе, сейчас я пишу в лоджике. В принципе, механизм и я одинаковый. Продолжение следует... Продолжение следует...